Итак, коллеги, добрый день еще раз. Давайте начинать. Меня зовут Александр Стародубов, я операционный директор компании BI-Consult. И сегодня мы с вами поговорим о том, как работать с системой 1С в плане аналитики. То есть как включаться, как загружать данные из 1С в нашу BI-систему. Наша компания уже более 10 лет занимается тем, что реализовывает проекты на разных технологиях BI. И когда мы только-только начинали, как правило, работаем мы в России, и поэтому в каждом втором, если не первом нашем проекте одним из источников данных является 1С-система. И когда мы начинали, было очень сложно, трудно, трудоемко, трудозатратно забирать данные из этого источника. И поэтому со временем мы реализовали некий продукт, поначалу который был просто коннектор, который сильно облегчал работу. А в дальнейшем это вылилось уже в полноценный продукт, который называется BI-View. И сегодня мы именно о нем будем разговаривать. Этот продукт сильно помогает при работе с такой учетной системой, как 1С. И сейчас мы разберем, почему же именно с 1С так трудно работать. Но прежде всего, что бросается в глаза для тех людей, кто уже пробовал каким-либо образом настраивать интеграцию с 1С и забирать оттуда данные. В системе 1С все данные, которые хранятся в базе данных, они зашифрованы и закодированы. Это одна из самых больших неприятностей. Может быть не самая большая, но точно неудобная. Поэтому, когда мы подключаемся к 1С системе и видим, как там все закодировано и зашифровано, то порой разобраться в том, где находятся те данные, которые нам действительно нужны для работы, предоставляется очень сложно. Но это, как я уже сказал, не самая большая проблема, потому что расшифровать это все можно. Можно даже настроить интеграцию. Но здесь мы сталкиваемся со следующим. Как только происходит какое-либо событие в 1С, происходит обновление конфигурации. Например, это может быть бэкапирование, а точнее восстановление из бэкапа. Или какие-нибудь другие сервисные функции. После этого вся кодировка в системе, она меняется. И те сценарии загрузки данных, которые нами были раскодированы и использованы ранее, они становятся негодными, потому что все коды снова меняются местами. И загрузка данных не работает. Приходится проделывать этот же путь сначала. Следующий момент сложности заключается в том, что очень многие объекты, такие как таблицы, поля, они не хранятся напрямую в базе данных. Они находятся на уровне мета-слоя 1С. И поэтому получить к ним доступ путем простого обращения к базе также не предоставляется возможным. Наш же продукт BI-View, он работает на уровне мета-данных 1С, поэтому таких сложностей здесь не возникает. И все-все объекты, которые там есть, они спокойно могут быть представлены в дальнейшем в BI-системе. Еще одной сложностью является наличие ссылочных и многозначных полей. Когда данные, к которым мы обращаемся, на самом деле являются не данными, а ссылкой, которые ссылаются на другие таблицы, на другие поля, либо значения, и эти ссылки могут менять все вариации, в зависимости от разных параметров, что так же составляет определенную сложность. Ну и еще бы я отметил то, что в базе данных, как у многих других баз данных, нет описания реляционных взаимосвязей, таблиц, и поэтому достаточно тяжело разобраться, что, где, с чем порой бывает связано. Одну секунду. Продолжаем. Поэтому с 1С действительно работать было очень непросто. И вот в какой-то момент времени мы реализовали такой продукт, называется BI-View, который может помочь в работе с этим источником данных. За счет чего это происходит? Ну, во-первых, мы работаем посредством COM-соединения. Здесь все достаточно открыто и прозрачно. Все, как рекомендует сама система 1С. С помощью COM-соединения мы подключаемся к мета-слою 1С и дальше уже работаем именно с ним. Продукт позволяет реализовать отдельные view-представления, причем они создаются не в той же самой базе, которая расположена под 1С-сервером, а рядом создается отдельная база. То есть то, что есть в 1С, мы никоим образом не трогаем. И в этой отдельной базе создаются view-представления, которые как раз включают в себя тот набор данных с теми преобразованиями, которые автоматически совершаются, происходят. И на выходе мы получаем тот набор данных, с которым можно комфортно и удобно работать в дальнейшем. Вплоть до автоматической генерации модели, например, для работы с такой системой, как CLICK. То есть выглядит это следующим образом. Продукт в BI-View, забрав данные из мета-слоя, дальше создает те самые сквей-представления. Причем он работает в трех режимах. На первом режиме он расшифровывает и дешифровывает те поля, те таблицы, которые есть у нас в базе 1С. На втором режиме работы он заменяет ссылочные представления и ссылки между таблицами между собой, тем образом, облегчая сильно работу, потому что на это уходит очень много времени. Если работать в прямовыручном режиме, чтобы из одной таблицы, которая содержит много-много ссылок, как это устроено в 1С, на другую таблицу, приходится порой тратить неделю, а то и месяц работы. И вот именно за счет этого BI-View сильно упрощает разработку аналитики в BI-инструменте. И самое интересное, что то, что получается на выходе, может спокойно использовать практически любой BI-инструмент, в частности CLICK, CLICKVIEW, CLICKSense. В дальнейшем мы вживую посмотрим, как это все выглядит. И, в принципе, за счет этого достигаются достаточно очевидные преимущества, причем для разных сторон. Это может быть как бизнес, так и IT-сотрудники. Чуть подробнее по ним пройдемся. Мы на сегодняшний день реализовали уже более 200 проектов. Большинство из них было с помощью нашего инструмента, там, где мы использовали 1С в качестве источника данных. И мы заметили, что, в принципе, его использование значительно, я бы даже сказал, кардинальным образом упрощает работу по забору данных и в дальнейшей визуализации. И на сегодняшний день, в общем-то, мы во всех наших проектах используем именно этот инструментарий. Это первый момент. Дальше я бы выделил стабильную работу с аналитикой, даже после того, как изменится конфигурация 1С. Добавятся какие-то новые поля, произойдет переименование, удаление, выход новой версии, либо восстановление из бэкапа. BioView продолжит работать в том же стабильном режиме, за счет чего не потребуется перенастраивать что-либо в аналитике. После того, как произошла переконфигурация структуры 1С, все сценарии загрузки данных, работы с ними, они остаются и продолжают функционировать в том же режиме. Среди других способов забора данных из 1С можно еще отметить стандартный способ, который рекомендует 1С – это извлечение данных по протоколу OData. У него есть ряд своих возможностей и преимуществ, но, однако, основным недостатком его является скорость работы. То есть при подключении с помощью протокола OData скорость забора данных из 1С составляет несколько десятков строк в секунду. В то время как, если подключиться с помощью BioView, то скорость значительно больше и доходит до 50 тысяч записей в секунду. Поэтому с точки зрения IT-структуры здесь сокращается срок реализации проекта, плюс я бы выделил еще снижение нагрузки на систему 1С, поскольку, как правило, с такой достаточно большой скоростью забор данных из системы 1С происходит. Ну и в дальнейшем, как правило, настраивается еще дополнительная инкрементальная загрузка, выделяется определенное расписание, как правило, это раз в день в ночное время условно. Когда BI-система подключается к 1С, забирает оттуда нужный набор данных, в дальнейшем пользователи работают с ним, уже не обращаясь к 1С, за счет чего снижается существенная нагрузка пользователей. Поскольку сам продукт BioView включается к 1С именно как обычные рядовые пользователи, причем делает это строго в определенное время, как правило, в самом начале реализации проекта по BI. То есть мы подключились, переформатировали структуру, при необходимости ее распарсили, и дальше уже используем те View, которые были созданы. Сам инструмент не трогаем до тех пор, пока не произошли какие-нибудь изменения в части структуры 1С. После этого необходимо будет его запустить, еще раз пройтись по шагам, формировать, обновить те самые View, и, как правило, дальше можно работать, поскольку все сценарии загрузки сохраняются. Поскольку уже достаточно давно мы этим занимаемся, то вот первая версия, тогда еще в виде простого 1С-коннектора, она вышла 10 лет назад, именно в 2009 году. На сегодняшний день данный продукт уже достаточно хорошо зарекомендовал и распространил себя в России, для тех, кто использует BI и использует 1С в качестве источника данных. И по нашим данным уже более 450 баз было использовано нашими клиентами, причем они были различной степени конфигурации, модификации и кастомизации. И, как правило, коннектор отрабатывает со всеми ними, с любой степенью кастомизации этого решения, которое используется в компании. И его использование действительно очень сильно сокращает срок реализации и получения конечного результата, потому что даже, условно, за 2 дня можно разработать какую-то простую базовую модель, условно, которая содержит данные по продажам с различными видами справочников и настроить корректную, адекватную аналитику на основе данных 1С. И мы тут внимательно и скрупулезно посчитали, что на сегодняшний день в проектах, где был использован продукт BI-View, суммарно продукт помог сэкономить уже больше 20 лет чистых трудозатрат нашим клиентам, помог сэкономить на экстракции данных из 1С, забору их из этой системы. Возникает вопрос, а как именно BI-View помогает сэкономить до 1 месяца работы, даже не до 1, а порой больше. Я бы здесь хотел обратить внимание на несколько основных моментов. Во-первых, как я уже чуть раньше упомянул, есть 3 режима, 3 этапа работы данного решения. На первом этапе происходит поиск соответствий наименований тех таблиц и полей, которые содержатся в 1С и в той базе, которая под 1С находится, и происходит их переименование в привычную терминологию 1С. То есть когда мы включаемся и начинаем работать с теми данными, которые были подготовлены с помощью BI-View, мы начинаем работать в режиме метод данных 1С, и все те наименования, которые мы встречаем, они уже являются адекватными. Дальше, следующий момент такой, что продукт BI-View, он не вносит какие-либо изменения ни в мета слой 1С, ни в сами данные. Он находится несколько сбоку, и по сути он не работает с самими данными, которые находятся в 1С системе. Он создает виртуальные таблицы, виртуальные представления, вью, рядом с той базой, где находятся сами данные, и за счет этого, в общем-то, нисколько не увеличивается объем базы, либо поскольку те вью, которые формируются, они, по сути, содержат такие виртуальные значения, с которыми можно в дальнейшем работать. На следующем режиме происходит замена полей ссылок в тех данных, с которыми мы работаем. Мы это вживую сегодня посмотрим. То есть, если мы подключаемся к какого-либо одной таблице, либо к представлению, то мы видим, что большая часть полей, доступных в этой таблице, являются ничем иным, как ссылками, которые ведут в системе 1С к другим таблицам, те ведут к третьим, и представлено такое сквозное шифрование, сквозная ссылка в данных 1С, и, в общем-то, продукт BI-View помогает в автоматизированном режиме заменять эти ссылки на те реальные значения, которые мы хотим получить, и в дальнейшем уже упросить работу именно с ними. Плюс дополнительно еще проводится несколько преобразований, в частности, идет преобразование дат, сколько в 1С датах хранятся в несколько неудобном формате, для того, чтобы можно было в дальнейшем с ними работать уже в привычном, приятном для человеческого восприятия режиме. И, в общем-то, все объекты, я имею в виду регистры, справочники, документы, они все становятся доступными и позволяют работать с ними уже напрямую. И какой-нибудь прототип модели можно уже реализовать, используя BI-View в самые короткие сроки. Важным моментом является то, что продукт BI-View запускается и используется в самом начале работы, то есть он необходим для того, чтобы подготовить те самые BI-View, с которыми мы в дальнейшем будем работать. После этого сам продукт по большей части не используется, и он становится необходим именно в тех случаях, когда в дальнейшем произошли какие-то изменения, обновления в структуре 1С, тогда необходимо будет его запустить по новой. Но в повседневной же работе он уже никоим образом не используется, используются уже те созданные VIE или BI-SQL представления, которые с его помощью были подготовлены. Сам продукт завоевал на сегодняшний день уже достаточно нам хорошую популярность на территории Российской Федерации, где больше всего используют систему 1С, и в том числе крупные известные компании на сегодняшний день его используют. Можно познакомиться с положительными отзывами, либо с рекомендациями. Можно в любой момент времени обратиться на горячую службу, в службу поддержки нашей компании, где коллеги помогут, подскажут, либо ответят на какие-то вопросы, которые будут возникать, либо познакомят, не знаю, с отзывами наших коллег, которые используют уже данный коннектор. Кстати, по обратной связи. Если какие-то вопросы по ходу сегодняшнего мероприятия у вас будут возникать, то можете направлять их в чат. По завершении демонстрационной части я пройдусь, по ним обязательно отвечу. Плюс также можно будет обратиться напрямую в нашу компанию, если какие-то вопросы дополнительно останутся, коллеги с удовольствием помогут их прояснить, ответить. Немножко поговорим еще про стоимость данного решения. Сам коннектор BI-VIL является платным, и он представляет из себя три возможных варианта по лицензированию. Первый вариант так называемый базовый, когда мы хотим извлечь данные только из одной инфобазы 1С, как правило, используется для небольших компаний, где действительно одна база, и все необходимые данные содержатся в ней. Стоимость такого решения составляет 62 тысячи рублей. В стоимость, которая представлена сейчас на экране, уже входит техническая поддержка, сопровождение и МДС. То есть стоимость складывается из двух составляющих. Первая составляющая – это сама лицензия. Она является бессрочной. В дальнейшем ежегодно оплачивается 20% от стоимости лицензии – это техподдержка. Техподдержка как раз входит в консультации по горячей линии, туда входит выход всех новых релизов, версии, обновлений. Мы данный продукт регулярно развиваем, и, как правило, несколько раз в год выходит обновленная новая версия, где заполнена какая-либо функциональность с учетом отзывов компаний, которые используют этот продукт. Вторая, так называемая, стандартная версия. Стоимость ее составляет 124 тысячи рублей. Сюда входит возможность подключаться и забирать данные из четырех. Инфобаз 1С. Ну и последняя версия, так называемая, корпоративная, стоимостью 248 тысяч рублей. Она предназначена для компаний, где достаточно большое количество инфобаз используется, больше четырех, и, по сути, здесь неограниченное количество их использований. Обращаю внимание, что продукт лицензируется не по количеству пользователей, поскольку пользователь, по сути, здесь один, который обладает соответствующими правами, а лицензируется по количеству инфобаз, из которых можно забирать данные из 1С. Если вы обратите внимание, либо пройдете на наш сайт, то в разделе для скачивания можно познакомиться, во-первых, с более подробной документацией по этому решению, и также скачать его пробную версию. Здесь мы, в общем-то, рекомендуем вам этим воспользоваться. Можно скачать пробную версию, установить ее, и самостоятельно попробовать с ее помощью проанализировать те данные, которые находятся в 1С, с помощью биоинструмента. В частности, клик, как мы сегодня посмотрим, как это можно сделать. Та версия, которая доступна для скачивания, она имеет ряд ограничений. Точнее, ограничение одно в двух вариациях. В первой вариации можно в автоматическом режиме создать до 25 SQL-представлений, причем они будут подобраны случайным образом. Это позволит ознакомиться с техникой работы и даже загрузить определенный набор данных из тех 25 представлений, которые появятся. Либо второй вариант. Можно выбрать 12 определенных, выбранных вручную таблиц из полного списка того, что доступно в 1С конфигурации и создать небольшую модель либо прототип полноценного решения на основе этих данных. Как правило, такого объема уже достаточно для того, чтобы можно было реализовать полноценный функциональный небольшой демонстрационный пример. Соответственно, после того, как данную пробную версию вы скачаете и установите, она у вас попросит рецензионный ключ, за этим ключом нужно будет обратиться в нашу компанию за коллегами, в нашу компанию и мои коллеги данный ключик сгенерируют и отправят. Можно будет развернуть, применить его и испытать на собственных базах 1С данное решение. Несколько контактов, как я уже говорил. Можно писать вопросы, которые будут возникать по ходу в чат, либо в дальнейшем можно будет обратиться в нашу компанию, например, ко мне, либо к моим коллегам. Любой из нас с удовольствием подскажет всю информацию. По теоретической части у меня все. Сейчас перейдем уже непосредственно к демонстрационной части, посмотрим вживую на то, как работает сам коннектор и что с его помощью можно сделать. Я сейчас открыл SQL Management Studio, где находится и подключился к базе данных, где как раз содержатся базы той 1С, с которой мы сегодня будем работать. Сейчас я ее разверну и мы посмотрим вживую. Хочу проиллюстрировать то, о чем я говорил в общей части. Мы видим список тех таблиц, которые находятся в системе 1С. По большому счету можно потратить ценное количество времени, разобраться, какая таблица, какие данные в себе содержит. И в принципе можно даже в дальнейшем выбрать эти таблицы, настроить загрузку данных из них. Но на это уйдет, во-первых, достаточно много времени. Во-вторых, при обновлении конфигурации вся эта кодировка поменяется и необходимо будет данную работу проделывать сначала. Это первый момент. И второй момент, если я сделаю превью какой-нибудь таблицы, которая мне попалась, то то, что я увижу в ней, опять же представляет собой сплошной набор кодированных символов. Я вижу, где-то есть какие-то значения цифровые, но что это за значения не столь очевидно. Поэтому работа именно с таким набором данных она очень сложна и очень трудоемка. Что сделает коннектор? Сейчас мы его откроем. После запуска коннектора, его лицензирования, появится вот такой интерфейс, где мы можем сделать следующее. Давайте сделаем с самого начала. Мы создадим новый проект. На рабочем столе, допустим, я создам новый проект, где будут находиться те конфигурационные и внутренние файлы, логии. Я в дальнейшем покажу, что там содержится. То есть это будет папка нашего проекта, где будет храниться вся необходимая для работы коннектора информации. Я назову его BI-View. И дальше мне необходимо заполнить поля для подключения к моему источнику. Прежде всего я могу выбрать один из трех типов проекта. Чаще всего идут последовательные. Сначала базовые, затем расширенные. Мы с вами запустим базовые. Посмотрим, что получается. Я вживую покажу. Сейчас я заполню несколько полей. и прокомментирую их. Сервер 1С. Это тот сервер, где развернута сама система 1С. Имя, либо адрес сервера SQL. Это та база, тот сервер, где находится база данных, которая находится под 1С-системой. Причем продукт может работать с версиями 8.3, 8.2 и 8.1. В скором времени выйдет версия 8.4. Соответственно, наш коннектор тоже обновится для того, чтобы была возможность работать и с этой базой, с этой версией конфигурации тоже. Ну и, соответственно, есть возможность работать либо с Microsoft SQL, либо с PostgreSQL, как той базой, где содержатся данные. Включаемся, выбираем ту информационную базу, которая нам необходима. Выбираем базу 1С, с которой мы хотим работать, где содержатся основные данные. Вот она, мы посмотрели на нее только что. При этом коннектор попросит указать еще базу данных проекта. То есть это та база, в которой будут созданы наши вью. Для этого мы создадим совершенно новую пустую базу, для того, чтобы не трогать то, что на сегодняшний день функционирует, и то, что используется 1С, и назовем ее BI Vue 0.0.1 первый слой, первый режим. Именно это значение мы укажем в базе данных проекта. сделаем проверку подключения. недавно настроен здесь у нас немножко 1С-коннектор, он имеет ряд дополнительных требований, должен быть зарегистрирована определенная компонента, поэтому, когда осуществляется установка продукта BI-Vue, необходимо следовать четкой инструкции, которая прилагается ее в комплекте. Но мы на самом деле сейчас после установки, после подключения должны были запустить расчет. Он выполняется от 5 до 30 минут в зависимости от объема базы и ее размеров. Собственно, запустив этот процесс, мы бы не стали дождаться его окончания и посмотрели уже готовые реализации, которые появляются после того, как прошел процесс преобразования и создания объема представлений. Выглядит это следующим образом. После того, как мы запускаем тип проекта номер один базовый, в той базе, которая у нас появляется, если мы ее раскроем, мы увидим, что в ней были созданы View представления, при этом те наименования, которые мы видим здесь, они, собственно, уже представлены в адекватном для восприятия виде и можем с ними работать. Более детально можем посмотреть, что из себя представляет результат реализации первого этапа. то есть, если я сделаю превью одной из таблиц, ну, там, первой по списку, которая у нас появилась, да, я вижу, во-первых, я вижу то, что у меня формируется запрос, который отбирает данные, я вижу тот результат, который появляется в данной таблице. Обратите внимание на следующий момент, что на первом этапе происходит простое переименование тех наименований, которые есть, как на уровне самих названий таблиц, так и на уровне полей, которые в эти таблице содержатся. Однако, те значения полей, которые мы видим на экране, они на текущий момент еще представлены в виде таких зашифрованных ссылочных значений, может быть, с ними пока не очень удобно, комфортно работать, но мы, в принципе, уже попробуем. и если я сделаю превью сценария формирования данной view, я могу здесь на экране сейчас увидеть, собственно, что происходит, что делает данный продукт. Он берет те представления, которые были в 1С, на основе мета-слоя осуществляет переименование и, в принципе, на этом он заканчивает свою работу. С этим уже можно работать. Я сейчас покажу, как. Я запускаю BI-продукт, в данном случае ClickSense. Создадим новое приложение, назовем BI-view 01. Открываем мое приложение и сейчас, подключившись к тем view, которые нами были созданы на первом этапе, начну с ними работать. Для начала я открываю редактор загрузки данных. Как работать с BI-инструментом более детально мы сегодня рассматривать не будем, поскольку это тема отдельного вебинара. Мы работаем именно на этапе загрузки данных из 1С. Я создаю новое подключение. Поскольку я хочу подключиться к моему SQL-серверу, где находятся все интересующие мне данные, я выбираю сценарий OLEDB. Здесь я выбираю OLEDB для SQL-сервера, указываю адрес нашего SQL-сервера, проверка подключения, все хорошо. Так, и давайте создадим название. Называется BI, назовем BI-View уровень 1. Больше я могу воспользоваться той строкой подключения, которую я создал. Подключаюсь к нему. Выбираю базу данных, а именно тот результат, который был получен после выполнения первого режима работы коннектора. Ну, и для примера возьмем поле регистры накопления, например, заказы поставщикам. отфильтровываю в списке, выбираю его. Вот он меня сформировался, я вижу небольшое превью, а дальше тот сценарий загрузки, который у меня автоматически сгенерировался, я добавляю сценарий загрузки сюда, вот у меня сформировался, тот набор данных, который будет отсюда загружен, но чтобы было поинтереснее, я хочу добавить еще сюда справочные данные, а именно, скажем, по номенклатуре. Возвращаемся в редактор загрузки, выбираем наш первый уровень, и возьмем справочник справочники номенклатуры. Здесь достаточно много есть полей, причем по большому счету они нам не нужны, мы возьмем только ссылку, поскольку наш регистр именно по этой ссылке ссылается на данный справочник, и больше всего нас по большому счету интересует наименование, поэтому я сделаю сейчас такую опцию, как ставить скрипт, и удалю теперь все эти лишние поля, которые на текущий момент будут только занимать место, и по большому счету они нам не нужны на сегодняшний день. Из этой части я тоже их удалю, чтобы наш скрипт был короче и понятней. Дальше, если вы обратили внимание, когда мы смотрели превью нашего регистра накопления заказа поставщикам, то наименование номенклатуры, которое мы там видели, то значение, которое отображалось на экране, это по сути была ссылка, которая вела на справочник номенклатуры. И в данном случае мы как раз подобную вещь сейчас и сделаем. То есть мы сделаем небольшое переименование, как осуществим связь нашего регистра с нашим справочником, в инструменте кликсенс это делается путем переименования, назовем таким образом номенклатура ID, чтобы нам было понятно и аналогичным способом назовем здесь. Выполним загрузку наших данных, в этот момент идет обращение к нашему SQL-серверу и непосредственно к базе CS BIOVILA1. Загрузка данных произошла. Давайте в первую очередь посмотрим на модель схемы данных, которая у нас появилась. Здесь должно быть две таблицы, которые мы подгрузили. Первая из них это как раз тот самый регистр накопления. сделаем небольшой превью и вот обратите внимание то самое поле номенклатуры ID, по которому мы осуществили связь. То есть в регистре накопления заказа мы сейчас адекватного наименования не встретим, сколько мы работаем на первом этапе, здесь достаточно много зашифровано, но те поля, которые есть с цифровыми значениями, а именно заказано, опормино, уже содержат корректное наименование, и мы настроили ссылку дополнительно со справочником именклатуры, где мы видим уже корректное наименование. После чего мы в принципе можем уже заниматься формированием визуализации, насколько модель наша уже создана. Для этого мы переходим в соответствующий раздел, создаем новую экранную форму, переходим в режим редактирования и дальше уже с помощью инструментов кликсенс формируем визуализацию. В частности мы с вами сейчас сделаем столбчатую диаграмму, на которой отобразим количество заказов, сумму по нашим заказам в разрезе номенклатуры, поскольку мы ее подгрузили как наш справочник. Система клик отличается от других биосистем тем, что данные, которые содержатся в модели данных, они уже между собой связаны, и система отлично понимает, как они между собой связаны, и поэтому у нас не возникает необходимости понимать, где в какой таблице содержатся нужные данные, мы просто видим корректные наименования полей, которые нас интересуют, в частности наименования, я сразу не задумываясь о том, где же в модели оно содержится, я в режиме drag and drop мышкой перетаскиваю на мой объект визуализации, и соответственно хочу посмотреть информацию по сумме наших заказов, для этого я перетаскиваю поле заказа, выбираю функцию агрегации как сумма, и мой первый график уже сформирован, то есть если я выйду из режима редактирования и посмотрю его более подробно, то в разрезе моих наименований номенклатуры я вижу те показатели, которые меня интересуют, то есть в данном случае я вижу сумму того, что мы заказали. Войдя в режим редактирования, для того, чтобы более наглядно это можно было представить и проиллюстрировать, я сделаю еще дополнительно в табличном представлении их выведу, до этого я мышкой переношу объект таблица и таким же самым образом сюда перенесу наименование, добавить наименование. Мы в нашей модели данных только для номенклатуры на текущий момент погрузили наш справочник, то есть если я выведу какое-нибудь другое поле из моего регистра, например, информацию по складам, добавить склад, ну и для, сейчас увидим, что получилось, и выведем еще тот же самый показатель сумму по заказам, добавить как сумму, выходя из режима редактирования, я вижу, что у меня получилось, и обратите внимание, те наименования, которые мы подтянули, они подтянулись достаточно корректно, здесь все понятно, а вот те склады, которые как справочные мы хотим отобразить, они сейчас представлены вот в таком зашкровном виде, но с одной стороны это уже что-то, но с другой стороны хочется тоже как-то сильно упростить эту работу, и мы переходим к тому, что как раз делает продукт BI-View, а именно если мы посмотрим на результат работы типа проекта номер 2 расширенный, запустив его формируется уровень 2, также можно посмотреть те View, которые там представлены, и теперь обратите внимание на следующее, мы можем первые попавшиеся списки опять же посмотреть, смотреть первые тысячи записей, обратите внимание, что здесь достаточно много уже подтянулось из других смежных таблиц по связям, которые проставляет 1С, то есть сами значения в данном случае уже подтянулись из других табличных представлений. Если я посмотрю сценарий формирования данного View, он будет выглядеть уже таким образом, мы увидим то, что делает коннектор, то есть то, что делает BI-View, а именно то, что происходит у нас на первом этапе, это в первую очередь переименование, дальше идет замена ссылок и частичная предобработка, то есть на выходе получается такая структура, во-первых, идет переименование, во-вторых, идут автоматически формируются джойны по значениям из других таблиц, с которыми мы хотим работать. Как это выглядит на практике? на практике таким образом, что подключившись уже к этим view, здесь мы можем работать еще более эффективно и создадим еще одно приложение для того, чтобы посмотреть, как выглядит результат работы на втором этапе. назовем наше приложение BI view 2, создадим, открываем и идем примерно по тому же принципу, что мы делали в первый раз. прежде всего мы идем в редактор загрузки данных, создадим новое подключение, опять же мы подключаемся к Microsoft Excel, но к базе ASBI View Level 2, то есть к тем view, которые подключились по результатам выполнения работы второго этапа работы продукта BI View. Здесь мы также выбираем тип подключения OLEDB, выбираем наш SQL Server, указываем его адрес либо наименование, проверка подключения, назовем его BI View ProVin2, создаем. подключаемся к нему. Level 1, который мы создавали в прошлый раз, Level 2, который нам нужен сейчас, подключаемся через него и в превью давайте посмотрим на тот самый регистр накопления, с которым мы работали. Прежде всего мы выбираем базу данных BI View Level 2, здесь мы выбираем наш регистр накопления, заказы поставщика. в этот момент у нас формируется предварительный просмотр и обратите внимание здесь наш склад, то, что мы в первой версии нашей модели видели в зашифрованном представлении, то здесь уже представлены более адекватные наименования, то же самое относится и к справочнику номенклатуры. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть вживую. Я выбираю опцию вставить скрипт загрузки данных в автоматическом режиме, загружаю наши данные из этого регистра, они прогрузились и перехожу к нашей визуализации. Тем же самым способом переходим в режим редактирования, выбираем тот объект визуализации, который мы хотим посмотреть, как и в первом случае мы делали столбчатую диаграмму. А теперь, если я перейду в раздел Fields и выберу здесь те данные, как я выбирал в прошлый раз, можно таким образом, можно вот таким образом добавить измерения. Я хочу посмотреть в разрезе номенклатуры, я хочу посмотреть сумму по заказам. рассмотрим заказано и хочу посмотреть сумму. Результат получился в общем-то такой же, как и был в нашей предыдущей работе. Я специально не закрывал, оставил. То есть график выглядит точно таким же образом. Однако, для того, чтобы его сформировать, в данном случае нам потребовалось гораздо меньше времени. для того, чтобы представить его в удобном читабельном виде с корректными наименованиями. Ну, соответственно, если мы здесь перейдем в режим модели данных и посмотрим, то есть мы сейчас поработали по сути с одним регистром, из которого получили всю необходимую информацию. В нашей модели данных он выглядит подобным образом. Ну и, соответственно, дальше, если мы хотим более полноценную модель создавать, то есть увидеть связь не только с наименованием продукции, но и еще какие-то дополнительные атрибуты или характеристики, которые хранятся в справочнике номенклатуры, то тогда, соответственно, нам, естественно, уже нужно будет формировать здесь модель типа звезда либо снежинка и подтягивать сюда другие справочные данные для того, чтобы их задействовать в нашей визуализации. Это уже работа по формированию так называемой так сказать полноценной модели аналитики. Вот. Ну и на завершение скажу еще на третьем этапе, да, сегодня мы не будем рассматривать, наверное, посмотрим отдельно в другой раз. На третьем этапе инструмент BI-View создает, по сути, уже вот такие готовые модели, где можно задать уровень вложенности и, соответственно, он подготовит уже готовые сценарии загрузки данных, в частности, для системы клик, где будет подгружен тот объект, который нас интересует. В нашем примере сегодня это регистр накопления заказа поставщиков и можно указать степень близости, наверное, так сказать, тех справочных данных, которые нам нужны. То есть он подгрузит еще те связанные таблицы и связанные с ними таблицы, которые нам нужны для того, чтобы реализовать полноценную модель типа «Звезда» либо «Снежинка». То есть, грубо говоря, если на третьем режиме работы установить опцию уровень вложенности единичку поставить, то он подгрузит регистр, с которым мы хотим работать, и все те таблицы, которые по ссылкам связаны непосредственно с ним, только с ним. Если поставить цифру 2, то он подгрузит еще данные не только тех таблиц, которые связаны с нашим регистром, но и второй уровень вложенности, еще тех таблиц, которые связаны с теми таблицами, которые связаны с нашим регистром. С ним можно даже просто поэкспериментировать самостоятельно. По практике скажу, что в нашей компании в большинстве проектов обычно хватает первого и второго типа проектов, поскольку здесь больше контроль, и человек, который формирует, создает данные, он все-таки когда понимает, что, как было загружено не автоматически, но какой-то контроль минимальный здесь воздействует, в дальнейшем здесь происходит лучше, и нет избыточной загруженности, что может произойти в случае использования третьего режима. Вот, собственно, таким образом мы сегодня смотрели, как работает продукт BI-View, и как достаточно быстро и оперативно в системе BI-IN, в частности ClickSense, сформировать первую визуализацию, первую аналитику на основе данных, которые содержатся в системе 1С. Вот, соответственно, сейчас сможем перейти к вопросам, которые появились в ходе сегодняшней демонстрации, давайте попробуем на них ответить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok